Приветствую вас. Алена, ну смотрите, здесь, как мне кажется, есть несколько важных моментов, на которые мне хотелось бы обратить ваше внимание. Во-первых, вас задели слова вашего мужа про кредит по, так сказать, тому, что вы сами относитесь к факту платежа, как-то не соответствующий со своими ощущениями. То есть, вот, бывает такая штука, что, ну, плачу и плачу, вот, ну, например, ЖКХ, я видел, что у вас ребенок появился, там, на ребенке что-то покупают, я думаю, что одно дело, когда вы платите легко, когда вы платите хорошо, когда вы платите, ну, просто там, это происходит естественно, короче говоря, ну, вот. Бывают ситуации, когда вы платите через силу, и, ну, вероятно, что здесь у вас такая ситуация, что вот именно за машину вы платили через силу. Это первое. Это первое. Здесь вы где-то себя обманули. Соответственно, у вас задело, потому что, ну, когда человек делает что-то через силу, вот, ему потом нужна компенсация, ему потом нужна какая-то, какой-то прецедент, какая-то обратная связь, вот, и, как бы, вы, наверное, думали, что муж вас похватывает, вот. Собственно, данный аспект, то, что формирует низкую самооценку, когда человек делает что-либо, надежды на то, что это получит позитивную реакцию другого человека, а другой человек эту реакцию не дает. То есть человек ходит, ходит, потерянный, опущенный, не понимает, что делать, пока не найдет себе другую цель, достигнув которой он может вновь созвоевать одобрение того человека. Ну, это снова не получается. Вот. Поэтому можно, наверное, сказать, что у вас это самое-самое-самое-самое-самое-самое-самое-самое-самое. За нижнюю мозгой. Вот. Понимается. Что я имею в виду. Дальше. Следующий момент. Вы говорите о том, что выйдете на работу, купите машину, не будете больше ездить с мужем. Вот. Ау. Посмотрим, он только три дня с вами не разговаривал. Значит, что это значит? С точки зрения психологии. Что он с вами не разговаривал. Ну, во-первых, объясните, постарайтесь, пожалуйста, сформулировать. Не объясните, а сформулировать. Когда вы мириться идете к человеку, да, после того, как вот это все происходит, вы какую цель-то преследуете? Ну, то есть, вы думаете, это как-то укрепляет вашу позицию, вы думаете, что муж начнет вас уважать после этого, вы думаете, что будет вас больше ценить после этого? Что? Что вы делаете? Вот, когда вы идете мириться, потому что вы ведь этого не поясняете в своем тексте, а это очень важно. Я хотел бы, чтобы вы об этом сказали. Потому что, мне кажется, вы не очень осознаете то, что вами движет, когда вы идете мириться. Бывайте, в примирении ничего плохого нет, если человек себя не предает, идя мириться, если, ну, наверное, это не усталяет вас в обесценивающем свете. Ну, в принципе, это тоже, естественно, кажется, вы себя предаете. Почему мне так кажется? Ну, во-первых, муж, по факту, оспаривает вашу самостоятельность. Самостоятельность. Он оспаривает вашу возможность научиться, ну, ездить, да? Научиться ездить, научиться ездить на машине. Он иногда спаривает и вызащищает. А после извиняется. Нивелируя все то, что вы защитили. Обидность есть эта манипуляция. И мне важно понять, чем вы цепляетесь на эту манипуляцию. То есть, чем вы откликаетесь на манипулирующее поведение вашего мужа. Манипулируя вами, куда попадает мучь вас, что вы откликаетесь и идете в мир, и идете в мир. Вот. В целом, это такая попытка решать проблемы, конфликты, добиваются полной капитуляции. Я бы сказал, что вы молодец, что вынимаетесь вождениями и так далее. Но мне кажется, что вам бы надо посвятить время в себе. Вам надо бы поизучать себя, свои отношения. Вот. Тогда будет несколько лучше. Тогда будет несколько продуктивнее. То, что происходит в вашей жизни. Сейчас, на мой взгляд, вы двигаетесь. Минуточку нету, да? Сейчас вы двигаетесь. Ну, в какой-то степени в... Ага. А то и то, что я хотел вам сказать. Вот. Удачи вам! Всего самого доброго! Я надеюсь, что ситуация будет разрушена. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...